Папа меня приучил читать Александра Сергеевича, нашего дорогого Пушкина. Каждый раз я его перечитываю и открываю что-то новое. Ну, например, стихи-то многие знают, а почитайте прозу. «Капитанская дочка», например, замечательная, или «Повести Белкина». После Пушкина, если все вы прочли, начните читать Гоголя. Ну, это вообще, это наше все. То есть из него вся русская литература, собственно, и вышла. Ну, и вообще начиная с классики, конечно. А потом уже брать за современную литературу, много разных интересных, из писателей. Но теперь его одна литература интересная. Так что начинайте прямо вот с основ наших. Мне нравится вообще финское кино, очень нравится. И вообще скандинавское. Только что посмотрел фильм «Адамовые яблоки». Я считаю, что это очень современный фильм. И вообще вот взгляд на жизнь такой с точки зрения религиозно-мистической, как бы я бы даже так сказал. Я скажу о музее, который не все знают. Это Пушкин, царское село. Музей «Царско-сельская коллекция». И там история такой, как бы неофициальной культуры и художников 20-х, 30-х и послевоенных. Там целый зал, где представлен Ариевский круг и мой отец, мои учителя. И потрясающая фреска, причем это из коммуналки, питерской квартиры, где собирались после войны мои родители. И это вот дух того времени, там есть в царском селе. Сейчас я все-таки в основном слушаю рок-музыку тут 60-х, 70-х, 80-х. То есть, соответственно, западные «Битлз», «Кридлз», «Дипепл», «Лидзеппелин». А из уже наших рок-лубовских, конечно, это «Цой», это «Майк», группа «Зоопарк». Это аквариум, это вот мои любимые пластинки, я их тоже постоянно слушаю с удовольствием.